Как победить стресс? Только в тяжелейшем стрессе человек может побеждать стресс. До этого момента у него нет сил, потому что не хочется ничего побеждать. Люди готовы жить в несчастье много лет. В таком состоянии, в котором особо нет счастья, но и особо нет и страданий. В промежуточном таком состоянии. Много лет готовы жить, но заставить себя трудиться душой очень трудно. Для этого нужен какой-то всплеск внутри, какая-то сила. Вот вчера, когда люди вышли сюда в таком тяжелом состоянии, то этот всплеск произошел. Я увидел у вас горящие глаза, я увидел ту силу в зале, которая меня очень привлекает всегда. Я увидел у вас вот эту силу победы. Когда закончилось вот это пожелание всем счастья, то не было ни одного равнодушного человека. То есть весь зал просто дышал силой. То есть это и есть то, как надо каждый день делать. У меня каждый день с утра такое происходит. Когда я два часа молитвы проходит, я становлюсь сильный, счастливый, радостный, победоносный человек. И каждый день навалятся какие-то трудности, которые надо преодолевать. Представьте, каждый день это происходит. Каждый день надо такую победу совершать. Может, у вас нет два часа, но хотя бы сорок минут. Пятнадцать минут — это ни о чем вообще. Вы не сможете, вы только чуть-чуть успокоитесь и все. Так хватит только поднять настроение. А чтобы победить судьбу, этого недостаточно. Сорок минут — это самый минимум для включения, глубокого включения. Но полтора часа — это уже такая сильная работа над собой уже. Два часа — супер, вообще отлично. Когда у меня совсем тяжелые периоды в жизни были, то я по восемь часов в день молился. Это было как раз у меня был отпуск. Я весь отпуск посвящал молитве. Побеждал тяжелейшие такие препятствия в жизни с помощью молитв. Есть четыре стадии степени развития трудностей в жизни. Первая степень — это когда препятствие побеждается своими силами. Вторая степень — это когда препятствие побеждается с помощью друзей, врачей, знакомых. Ну, с помощью кого-то, кому-то доверяешь себя. Третья степень тяжести судьбы побеждается только с помощью молитвы. А четвертая степень тяжести судьбы не побеждается. Это называется непреодолимая карма. Есть легкая карма, есть средняя тяжесть, есть тяжелая, есть непреодолимая. Веда, говорится, тот, кто родился, обязательно умрёт. А тот, кто ушёл из жизни, обязательно вернётся к ней вновь. В этом мире нет смерти, но также нет вечного существования. Непреодолимая карма приходит в жизнь каждого человека неизбежно. Которой невозможно справиться. Но она не приходит, когда мокла в меч, который сплющивает нас. Она приходит, как знание, что сейчас нет смысла пытаться побеждать судьбу. Надо о чём-то другом подумать. Когда человек сталкивается со смертью, то он должен думать о Боге в это время. Потому что в каком бы состоянии бытия ни находился человек в момент смерти, такого состояния сознания он и достигает. Если человек думает о Боге, он очищается от всех грехов и уходит в Божественный мир. Экзамен последней жизни самый главный. Знайте, что каждый день мы сдаём этот экзамен. Как человек проходит утро, проводит утро в своей жизни, каждого дня. Эти все утра складываются и дают новое рождение. Кем вы родитесь в следующей жизни, зависит от того, как вы провели утреннее время. Поэтому утреннее время является самым главным в жизни. Если человек его проводит в победе над собой, тогда следующее рождение будет победоносным. Вы же знаете, что рождение имеет огромную силу. Одни люди рождаются с хорошей памятью, с хорошей внешностью, с богатой семьей, влиятельной семьей. Получают хорошее образование. А другие рождаются в нищих условиях, в тяжёлой судьбе, с болезнями, с уродствами и так далее. Чувствуете разницу, нет, самого рождения? И рождение человека зависит от того, как он проводил утреннее время в жизни. Поэтому утреннее время самое главное. Дневное время от него зависит... Вы смеётесь? Нет? Дневное время от него зависит, какая будет молодость у человека, какая будет зрелость днём. А старость, какая будет, зависит от вечернего времени. Старость какая должна быть? Человек в старости должен в любви жить, в заботе. Поэтому вечером человек должен в вечернее время отдавать семье, заботиться о близких. Юность какая должна быть? Зрелость, наполненная деятельностью, да, трудом, активная. Поэтому днём человек должен трудиться на благо других. А утром он должен молиться. Есть обязанности у человека в жизни. Как правильно жить? Всё это расписано. Солнце восходит, когда... Солнце — это энергия радости человеческой. Солнце — это сила, которая соткана не из этих квантов света, как говорят учёные. Это внешняя грубая энергия Солнца. Есть тонкая энергия Солнца. Она называется счастье. Это энергия счастья. Солнечная энергия. Когда человек утром, Солнце уже восходит, а он всё валяется в постели, то энергия счастья проходит мимо него. Для того, чтобы она вошла внутрь, для этого надо встать раньше Солнца. Солнце. Не спи, вставай, кудрявая цеха змея. Страна встает со славою навстречу дня. Нас утром встречает прохлада. Нас утром встречает река. Это энергия утра поётся. Энергия утра. Чувствуете настроение, мотив? Это утренний мотив. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет, и то ворот. Это утренние мотивы. Они такие полны оптимизма, силы. Птицы поют утром. Это утренний мотив тоже. Утренний мотив победы. Петухи кричат победу с утра. Если человек встал вовремя, он получает силу оптимизма в сердце сразу, автоматически. Но если он встал позже, он получает снижение давления, депрессию, снижение иммунитета, плохое настроение, нарушение обмена веществ. Ощущение, что не выспался все равно. Когда человек рано встал, рано лег, он выспался. Поздно встал, поздно лег. Не выспался. Тяжесть в голове. И безнадега. Безнадега. Особенно это касается женщин. Женщины, они же ночью получают силы от Луны. Женское тело от Луны получает силы. И самое главное место в квартире — это кровать для женщин. Для женщин на кровати она чувствует себя как дома. Женщина на кровати может лежать сколько хочешь, без проблем. Ей нравится. Такая жизнь. Я не так что-то говорю? Все так. Так вот, знайте, что утром надо все равно встать чуть пораньше, чем солнце встает. Ну, конечно, летом оно все равно встает, оно летом светлеет рано, но солнце встает все равно всегда одинаково. Понимаете? Имеется в виду, пересекает определенную линию. В общем, надо вставать раньше 6 утра, короче. Чуть-чуть раньше, да, 6 утра. У нас счастья в жизни не будет ни у кого, ни у мужчин, ни у женщин. Но у женщинам надо чуть больше спать, чем у мужчинам, где-то на счастье, наверное. Лучше на восток, чтобы голова на восток была, самый лучший. А там уже у всех по-разному. Если у человека, допустим, жарко по жизни, ему можно на север головой, его будет охлаждать. Если ему холодно, то на юг. У всех по-разному, но лучше на восток всегда. Восточное направление дает человеку развитие. Западное направление дает деньги. Деньги. Люди на запад уезжают за деньгами. Теряют часть и получают деньги. Там жизнь очень скована на западе. Много работы, мало свободного времени. Люди зажаты очень рамками жизни. Для них работа становится самой большой ценностью в жизни. На западе. На востоке, восточное направление дает духовное развитие людям. Юг дает наслаждение. Счастье. И сокращает жизнь. Южное направление. А северное направление дает глубокомыслие, сосредоточенность, углубление в себя. И продлевает жизнь. Но уменьшает внешнее счастье. Думаю, выбирает, что ты получишь в жизни. Стороны света влияют на судьбу очень сильно. Кровать должна быть направлена на восток для того, чтобы получать развитие в сердце, чтобы развивалась психика. Восточное направление развивает. Больше всего кушать человек должен в обед. Потому что солнце, когда поднимается, огонь пищеварения, такое понятие есть. То есть там есть, говорит, огонь в животе. Это от солнца он огонь идет. От тонкой энергии солнца, невидимой. Хоть вы внутри квартиры находитесь, хоть в пещере. Эта энергия все равно туда попадает, энергия солнца. Она не зависит от того, находимся мы под влиянием прямого солнечного света или нет. Это невидимая энергия солнца. Она проникает везде. Она через всю землю проникает. И она, когда поднимается солнце, то повышается огонь пищеварения у человека. Ему хочется кушать. В обед больше всего кушать хочется и лучше всего все переваривать. Само солнце все переваривает в обед. А если человек покушал очень плотно и солнце уже садится, тогда это все и будет плохо перевариваться. И вся энергия из мозгов идет на переваривание. Соображать человек начинает хуже в результате. Вечером надо есть мало и не все. Например, овощи растут под светом луны, и их можно кушать вечером. Можно пить молоко горячее с медом. Перед сном сильно расслабляет и успокаивает. Снимает напряжение. Но если вы будете плотно кушать тяжелую пищу какую-то, даже мучную, не то что там мясо, то у вас не будет нормального сна. Вы разрушаете свое здоровье. Человек, когда кушает плотно на ночь, он сокращает продолжительность жизни своей. Если люди очень чувствуют им жарко, жить хорошо, есть фрукты на ночь, вечером. Фрукты. Если им чувствует холодно, жить овощи. Но лучше вечерняя пища должна быть такая пресная, не сильно соленая, острая, кислая, не сильно жирная. Тушеная, легкая пища, тушеная просто легкая пища вечером продлевает жизнь, такое мышление. Если вы хорошо покушали в обед, тогда вечером не будет хотеться кушать. Но женщинам надо всегда подъедать чуть-чуть, подклевывать. Мужчины жрут, а женщины тоже не кушают. Никто не кушает. Мужчины жрут, а женщины пробуют. Не кушают, а не пробуют пищу. Чуть-чуть попробовала нормально, потому что женщина из пищи извлекает вкус, а мужчина силу. Мужчине надо много кушать, чтобы сильным быть. А женщине надо, главное, от пищи вкус. Женщина вообще может не есть, если невкусно. Ей главное, чтобы было вкусно. Если невкусно, она не будет есть. Но вкусно же не бывает долго. Чуть-чуть поела, уже все, вкус насытила, больше не хочется есть. Так женщина питается. И поэтому надо часто есть. Но лучше все равно в обед больше, а вечером меньше. Утром надо есть сладкую пищу. Это подвышает настроение. Сладкая пища поднимает энергию вверх, дает оптимизм. Женщинам надо больше сладкой пищи в жизни, чем мужчинам. Потому что сладкая пища женщине дает красоту, энергию красоты. А энергия красоты у женщины поддерживает здоровье. Если женщина чувствует себя красивой, она также здоровая. Сладкий вкус женщине не нужен. Если вам врачи сказали меньше сладкого, они вас не понимают. Поднимите руку женщины, которой понравился этот совет. Не сомневался в этом. Старайтесь меньше сладкого есть в обед, больше утром. А если вы будете есть сладкое вечером, то вся красота уйдет в подушку. Вы потеряете хороший... У вас полнота начнет развиваться, лицо станет некрасивым. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич уже спит, можно поесть торт вечером. Олег Геннадьевич не контролирует силу времени. Скорее наоборот. Поэтому лучше не есть все равно. Хоть я сплю, хоть нет. Такой анекдот сочинили. Слушайте лекцию. Знание о том, как жить, дает человеку счастье. Человек не должен просто так жить. Надо изучать. Потому что в этом победа. И сам стресс означает незнание. Человек мучается от того, что он не знает, что происходит в его жизни. Почему человек в стрессе находится? Почему он не может спать, есть? Потому что он не понимает, за что его бросили. За что его бросают? Он же ничего плохого не сделал. Почему близкий человек уходит от него? Почему он полюбил другую? Человек не может ответить себе на эти вопросы. Потому что он не знает, что эта жизнь не предназначена для того, чтобы было счастье. Эта жизнь предназначена для того, чтобы учиться, чтобы получать знание. Вот для этого предназначена жизнь. А если человек получает знание, то награду он получает из счастья. И в чем заключается знание вот сейчас? Какое знание я вам хочу сказать? Знание заключается в том, не надейтесь, что эта жизнь пройдет без препятствий, труднопреодолимых препятствий. Не надейтесь на это. Учитесь внутренней жизни. Учитесь работе над собой. Вот сейчас девушка мне сказала, ну, Олег Геннадьевич, как захотеть желать всем счастья, когда тебе плохо? Вот в этом заключается знание. Именно в это время надо захотеть желать всем счастья. Я вчера перегрузился, много сил отдал. И утром сегодня мне тяжело было очень встать. Но после двух часов я был сильный и бодрый. После двух часов молитвы. Я знал, в это время мне было плохо, тяжело. Но я знал, что через два часа будет здорово. В этом заключается вера. Надо начинать без всякого желания просто и все. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Пять минут пройдет, вам уже легче. Десять минут пройдет, вообще классно. Час пройдет, вы уже почувствуете победу. А через два часа побежите обниматься с мужем. Несмотря на то, что он вас не любит в это время. Вы его пересините все равно. Ему нечего делать, так не останется. Как радоваться вам. Невозможно сразу понять, что к тебе пришло в жизнь. Трудность возникла, она всегда одинаковой кажется, тяжелой. И сначала человек ее побеждает своими силами. Чаще всего не молитвой, а просто поступками. Допустим, ребенок заболел, мать пытается что-то ему дать, чтобы он вылечился. И если он вылечился, это означает легкая карма. Не было никакой большой трудности в этом во всем. Если она ему дала какое-то лекарство, он не вылечился. То это означает какая судьба? В средней тяжести нужен врач. Но неизвестно, может быть, и тяжелая судьба. Неизвестно. Надо немедленно найти человека, который может лечить. Есть две категории врачей. Первая категория — это врачи, которые лечат грубое тело. Это хорошие врачи или плохие? Хорошие врачи. Они лечат таблетками различными современными способами. Это лечение грубого тела чисто. Современные способы не могут психическое тело лечить. Для этого нужно иметь более высокое понимание жизни. Это тонкая медицина, она сложное в понимании. Мало кто вообще понимает, что такое есть даже. Не то, что там лечить. В основном врачи, большинство врачей просто лечат грубое тело. Это хорошо. Тонкое тело сами лечите с помощью духовной практики. Можно лечить тонкое тело без врачей. Есть три способа, которые побеждают болезни, хронические заболевания. Первый способ — это пост. Второй способ — это статические упражнения неподвижные, когда человек долго в одном положении находится. И третий способ — это задержки дыхания. Причем у каждого из вас будет нравиться только один из этих трех способов. Кому-то будет нравиться поститься. Кому-то будет нравиться задерживать дыхание, дыхательные упражнения делать. И так вылечиваться от хронических заболеваний. Кому-то будут нравиться вот эти статические упражнения неподвижные. Называется хатха-йога. Ну, можно как хотите, называйте. Согнулся и сиди, лежишь в таком положении 20 минут. В это время прочищаются тонкие каналы психические. Пока тело не расслабится полностью, надо в таком состоянии. Ведь сначала тело сильно напрягается, потом тяжесть у него начинается, потом онемение, а потом постепенно оно расслабляется, и проходит тяжесть боли, лёгкость возникает сильно. А потом надо очень медленно разгибаться, вот так, снимать от себя это напряжение. Ну, в общем, целая такая наука, надо её изучать. Также и поститься тоже надо знать, как правильно, и дышать. В целом, очищать себя самому от хронических заболеваний человек должен с помощью знания. Надо поизучать это. Вот есть, допустим, центр открытия, Центр гармоничного развития Личности. Это уже рекламная пауза пошла. Вот, телефон 50-42-12. Улица Глазкова, 23. Это вот ребята, которые организовали, девчата, которые организовали эти лекции мои. Там много разных мероприятий. Там вот есть это Эрведа, древняя медицина. Есть клуб Благость, который собираются в мои лекции, изучают, слушают, делятся, обмениваются опытом. Также вот, как раскрыть свою женственность, выйти замуж, тоже об этом есть. Есть, у меня есть целая команда друзей. Они занимаются древней психологией. Называется «Психология третьего тысячелетия» такая программа. Это всесоюзный такой мощный проект со своим образовательным центром. Там такая мощная программа. Они тоже есть такой клуб «Психология третьего тысячелетия». Есть разные тренинги, семинары, лекции о здоровом питании. Хатха-йога, вот о которой я говорил. А также вот это, как правильно поставить всё в квартире. Это знание такое ведическое, древнее. И астрология. Вот женщина меня спросила, когда война кончится примерно. Я сказал, как я считаю. Но я могу ошибаться же, правильно? Но я чувствую определённые вещи. Я знаю точно, что в 6-7 месяцев точно не кончится это железно. Потом будут какие-то перемены, но, скорее всего, неэффективные. Потом будет вспышка сильная, как мне кажется, через год. И если она будет очень сильная, то эта война может стать гораздо шире, чем сейчас. Всё зависит от лидеров и нашего настроения. Если мы будем молиться, то всё, молитва, она успокаивает всё, мир наступает в сердцах людей. От людей зависит, будет война или нет. Если мы любим друг друга, тогда войны не будет. Но через два года другая энергия уже идёт совсем. Скорее всего, всё закончится через два года. Я говорю про Украину. Но сейчас я вам другое хочу сказать. Как стресс поражает Землю? Через сознание людей можно понять, на какой стадии ситуация. Вы можете по сознанию людей понять, будет ли война или нет. Я вам сейчас расскажу 4 стадия развития событий, которые описаны в Священных Писаниях. Первая стадия — это её можно назвать как страх или ощущение, что обстановка в мире стала хуже. Люди испытывают страх, они чувствуют, что пошла какая-то волна, напряжение, какая-то конфронтация пошла. В это время люди не хотят всей войны, и все хотят мира друг с другом. Они не считают какую-то страну плохой, какую-то хорошей, просто хотят, чтобы этого всего не было, и всё. Ими движет страх и желание мира на первой стадии. Политики никакой нет между государством, все хотят дружить. Мы сейчас на этой стадии находимся? Нет, уже не на этой. Следующая стадия. Возникает двойственность. Означает, что есть враги, есть друзья. Все люди патриотически настроены на этой стадии. Люди считают, что наша страна лучше, а та хуже. Причём, если вы поедете туда, там то же самое. Там тоже так же считают, что наша лучше, там хуже. И точно так же патриотически настроены. Причём, знайте, что так действует время. Это время так действует на сознании людей. Вот раньше не было такого настроения. Знаете, что патриотический дух за два года возрос неимоверно в мире. Не только у нас в стране. И так действует время. Это вторая стадия. Есть враги, есть друзья. Люди, мир делится. Появляются разные группировки политические, которые начинают потихоньку вздавать друг с другом. Так действует время. Это не то, что политики так придумали. Никто не виноват в этом. Если политика кого-то обвиняет в этом, это безумие полное. Так делают. Так действует время. Третья стадия называется злоба. Ненависть. Люди начинают ненавидеть друг друга. Эти лагеря противоположные, они ненавидят друг друга. На уровне людей начинаются разборки. Люди плюют друг другу в лицо, ненавидят друг друга. Мы на этой стадии находимся. Нет, еще нет. Уже есть некоторые люди, так себя ведут, да. Но не все. Ну не там. Мы и здесь точно так же. Везде. Все же одинаково везде. Вот. Мы не на этой, но мы туда идем сейчас активно. Четвертая стадия какая? Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Вот четвертая стадия уже. Когда безумие в мире на такой степени достигает, что люди уже не могут не убивать друг друга. Причем я говорю сейчас про Россию. Если говорить про Украину, то она четко находится уже на третьей стадии. Я когда приехал туда, то прямо на границе, когда увидели мой паспорт, то женщина, она просто побелела, глядя на меня. У меня там бирка, как бы, ну, аэрофлот-бонус, я часто летаю, у меня там аэрофлот-бонус, эту бирку порвали там на чемодане. Увидели, аэрофлот-бонус порвали бирку. Хорошо, что чемодан не порвали. Не то, что люди виноваты, я люблю украинцев, вины никакой нет. Просто так действует время. Вот те люди, которые на лекции пришли, они хорошо ко мне относятся, проблем нет, они не чувствуют меня врагом. На лекции меньше людей не стало ходить. Потому что, когда люди имеют знания, они занимаются духовной практикой, они не находятся под влиянием времени. Вот этой ситуации не находятся. Как вы думаете, они попадут в зону боевых действий или нет? Нет. Вот в этом и заключается смысл. Если человек находится вот в этом безумии, которое время диктует, тогда он попадает в зону боевых действий. И его могут убить. Но если человек не находится в этом безумии, он не попадет. В этом заключается разница. Даже если он живет в этом месте, его не прибьет. Вы можете сейчас не поверить моим словам. Нет, не имеет никакого значения, мне вам это доказывать. Я просто вам объясняю четыре стадии развития времени на территории целой Земли. Так действует время на территории целой Земли. И мы сейчас находимся на определенной стадии конфронтации. Будет ли она нарастать? Будет. Я считаю, что еще два года будет нарастание. И если за два года мы не войдем в состояние войны, то потом будет полегче. А войдем мы или нет, это зависит от молитвы. Потому что если люди молятся, в нашей стране, допустим, за мир надо молиться. Не за победу, а за мир надо молиться. Потому что мир — это самая лучшая победа. В мире лучше договориться со всеми, чем во время войны. А начинается война, уже не остановишь. Вот сейчас в Донецке они не могут договориться уже все. Потому что из той, из другой страны есть насилие, убийство, жестокость, которые невозможно забыть. Люди еще много-много лет будут помнить это. И ненавидеть друг друга еще десятки лет. Понимаете? Из-за того, что началась война просто. Это не способ решать вообще вопросы отношений между странами. Вообще не способ. Это просто безвыходность, безысходность. Если люди молятся за мир, тогда психика политиков успокаивается. Они начинают легче друг друга понимать, решать вопросы. Вот так решаются вопросы, ситуации на Земле, с помощью духовной жизни, внутренней жизни. Когда внутренней лишь духовной жизни на Земле не хватает, тогда и наступают войны. Потому что цель человеческой жизни не реализуется. Если мы не хотим получить результат правильной своей жизни своими силами, тогда судьба нас заставит это сделать. Люди, когда в состоянии войны находятся, как вы думаете, они ближе к Богу или дальше? Ближе в тысячу раз, чем мы. В тысячу раз, чем мы ближе. Война заставляет людей думать о Высшем. Но если вы не хотите, чтобы вас что-то заставляло думать о Высшем, тогда думайте прямо сейчас. Ваша судьба точно будет вне этого всего, этого безумия. Итак, цель человеческой жизни — это несчастье, как мы думаем, — это знание. И знание заключается в том, что человек должен понимать, научиться понимать себя как вечная частичка духовная. Мы вечные, мы не умираем. мои слова сейчас революционные для Вашего сознания. Мне сегодня одна женщина сказала, у меня мама умерла. Она не умерла. Она оставила грубое тело. Вот грубое тело, оно умирает, вот это вот тело, в котором я нахожусь. А там есть еще тонкое психическое тело, оно не умирает. У меня есть тысячу свидетельств в моей жизни об этом. Тысячу свидетельств. Я Вам уже рассказал один, как случай, как мой знакомый тело оставил. Я проследил, как тонкое тело сворачивается, выходит. Я каждый день тестирую тонкое тело людей, определяю болезни. Мне несложно это сделать. Вообще несложно. Вот у Вас, девушка, сейчас в белом снижено давление. Да? У Вас голова кружится. Так? Чего нет? Ну, слабость такая, да, внутри? Спазмы у Вас на первом ряду. Не знаете? Нет, а я знаю. Ну, Вы что, хорошо себя чувствуете сейчас? Не очень, да? Ну, что-то мешает, да? Мой голос расслабляет, ну, потому что я же врач. Хотите, я сейчас Вам сниму это состояние? Ну, выходи сюда. Одна секунда. Когда чувствуешь тонкое тело, можно легко помочь человеку. А сейчас мы сравним. Вот Вы сейчас говорите, я не чувствую, она говорит, я не чувствую, а я вижу у нее спазмы в сосудах мозга. Вот сейчас я кое-что сделаю, и она тогда скажет, чувствовала она или нет плохое состояние. У Вас головокружение есть легкое такое небольшое? Плывет чуть-чуть, она не знает просто, что это и есть плохое состояние. Плывет. О, видите, она задышала так. У нее повышается давление сейчас. Я ей повышаю давление в теле, в организме. Вот этим нажатием. Потому что правая рука связана с повышением давления. Я знаю, на какое место нажать, чтобы оно повышалось. Сейчас энергия постепенно входит вглубь головы. Сейчас ей жарко внутри становится, да? Она говорит, да. Это не время, когда отпускать. Жар, он как бы сейчас снимает напряжение, но должно расслабить. Снять должно вот так расслабить. Когда расслабит, о, вот сейчас начало расслаблять уже. Все, пошла вот эта энергия расслабления. Все. А теперь вот сравните. Вам сейчас лучше, чем было или нет? Поэнергичнее. Поэнергичнее стало. То не прошли спазмы в голове. Это правда или нет? Ну как, есть. Как прилив сил. Прилив сил появился. Садитесь. Спасибо. Это не сложно делать на самом деле все. Просто нужно знание. Человек живет для знания, понимаете? У нас нет знания о себе вообще никакого. Знание дает счастье человеку. Стресс проходит, когда человек понимает. Вот допустим, почему человек мучается, муж ушел, в чем мучение заключается? Два, две составляющие. Одна составляющая, это не хватает энергии счастья, потому что он давал счастье и перестал давать. А вторая составляющая, это вера. Она верила в мужа, а не в Бога, понимаете? И вот эта вторая составляющая страшная штука, она дает стресс. Если счастье от без мужа можно в чем-то другом потихоньку находить, начать, то веру поменять очень сложно. Если человек верит, что вот в эту семейную жизнь, семейное счастье, что этот человек даст счастье, и бац, он ушел. Надо верить в Бога, понимаете? Есть разные типы веры, есть высшая цель жизни, высшая вера. Надо ее насильно заставлять себя культивировать. Не то, чтобы прям в Бога поверили, бац и все, и поверили. Нет. Надо заставлять это, принуждать себя к этому надо, понимаете? Каждый день молитву изучать, каждый день изучать священное писание, слушать голос святого человека. Нужно образование получать, это аскеза. Аскеза означает добровольно лишать себя комфорта. Это нужно для жизни, потому что если, допустим, муж ушел, а ты уже веришь в Бога, тогда стресса не будет. Стресс означает, что разрушенная жизнь, все, нет выхода. Человек как в стену просто бьется, а там нет прохода, понимаете? Ну, совершенно такая уникальная, безвыходная ситуация, она может год, два, три в жизни длиться. Человек не знает, как дальше жить, все, он потерян. Поднимите руку, кто вот так себя чувствует сейчас? Вот это стресс. Да, вот у вас есть, да. Уже второй, ну, почти два года в депрессии уже находится такой последняя стадия. Не вы мужчина, а вот женщина на третьем ряду. И вот только вот молитва вас может выручить, понимаете? Больше ничего. Потому что цель человеческой жизни — самосознание. Нужно почувствовать себя душой вечной, которая получает счастье от отношений с Богом, от отношений с совестью, как хотите это называть. Нужно, чтобы сердце радовалось от вас. Это называется правильное чувство собственного достоинства. Есть такие техники психологические, там люди садятся и говорят, «Я хороший, я хороший, я солнце, я большое светлое солнце». Это неправильные техники. Не надо этим заниматься. Надо сделать добрый поступок. И вот здесь в сердце, сверхдуша или совесть, она когда оценит этот поступок хорошо, вы почувствуете к себе хорошее отношение. Вот это будет истинное достоинство. А когда человек сам себе что-то внушает, это ложное достоинство. Люди в страсти, они из себя постоянно что-то корчат. Они как бы круто так вот пытаются выглядеть, но это все просто самообман. Таких людей можно встретить там в престижных заведениях, каких-нибудь в офисах. Они из себя что-то делают. Но не надо из себя ничего делать. Надо просто сделать так жить, чтобы в сердце Бог радовался тебе. И тогда у тебя будет истинное чувство собственного достоинства. Ты будешь чувствовать, что ты живешь не зря, что у тебя в сердце спокойно по поводу твоей жизни. И это дает настоящее удовлетворение, глубокое. Не внешне вот это все, а настоящее. Так, первый тип врачей — это те, которые лечат таблетками. Это хорошо. А второй — это те, которые лечат силами природы. Это лучше. Но таких врачей мало хороших. Часто это люди, которые вот чуть-чуть силы природы почувствовали и уже считают себя крутыми врачами. Они могут ошибочно что-то делать, неправильно. Надо их распознать. Если человек вам говорит, я все вылечу, все, значит, он ничего не может лечить еще. Он только понюхал просто эти силы природы. Они его ошеломили. Они как бы ему немножко по мозгам дали. Такие люди обычно очень сильно переоценивают свою возможность. Надо быть осторожным. Знаю точно, что каждый человек должен обследоваться современными методами. Нужно изучать, есть ли внутри опухоли. Это самое главное. Они не дают о себе знать, человек вообще не может знать, что опухоль развивается. Единственный симптом – это слабость. Нехватка сил. Там уже опухоль растет. Понимаете? Такое может быть. Надо обследоваться обязательно каждому человеку. Есть болезни, с которыми нельзя шутить. Если вам врачи говорят, что у вас злокачественная опухоль, ее надо вырезать сразу. Даже если это будет инвалидизировать. Самый лучший способ – это вырезать. Но если вы при этом попаститесь сразу, попаститесь насухо, то вы можете победить эту опухоль. Лучше всего после того, как у вас вырезали, восстанавливаетесь и потом добиваете уже в тонком теле опухоль с помощью аскезы своей, постов, там вот таких. Здоровый образ жизни. Я просто говорю какие-то вещи важные, чтобы вы знали. Да? Нормально же? Что есть тонкая медицина? Это лечение травами, лечение камнями, лечение силами природы. Но надо распознать врача. Если вам кто-то сказал, что ему помогло от этой болезни, значит от вашей болезни, которая точно такая же, тоже поможет. Понимаете, да? Нужно найти человека, которому точно помогло, этот человек помог. Значит, тогда Бог вам показал пальцем, что этот человек вам поможет. просто то, что человек лечит травами, это ни о чем. Он может и не знать до конца этой науки. Она очень сложная. Настоящие врачи всегда о них узнают не по рекламе, а из уст в уста. Не пользуйтесь для изучения того, где лечиться рекламой. Это опасно. Пользуйтесь отношениями. Спрашивайте у людей. Они вам подскажут, где лучше. Знайте, что даже если есть какой-то хороший врач, но вам Бог не подсказал, значит, может вам не помочь. Вы должны личный сигнал получить через отношения. Кто-то должен посоветовать, кто-то вдохновить вас больше. Итак, второй уровень стресса означает, что кто-то может помочь. Врач, психолог, какой-то человек хороший. Друг может просто посоветовать что-то и легче станет. Очень часто люди не пользуются, когда стресс средней тяжести, они пользуются помощью других. Это безумие. Допустим, у меня сейчас ситуация такая. Ребенок заболел детской инфекцией. Ну, как это начинается? Кожа краснеет, просто как сокли там, кожа краснеет, температура сильная повышается. Мне показали фотографию, это мои знакомые. Они сразу же обратились за помощью, не дожидаясь, когда будет хуже. Это означает вера. Что она делает? Она спасает жизнь. И оказалось, что эта инфекция настолько сильная, что даже те средства, которые я предложил для помощи этому ребенку, они просто дали ему возможность не умереть. Потому что инфекция разрушала кровь, сосуды, то есть тяжелейшая инфекция. Маленький ребенок грудной. И он сейчас выживает из-за того, что он получил это лечение. Воспользуясь тем, что у нас такая лекция по преодолению стресса, я вам расскажу один метод лечения вирусных заболеваний, которые вы можете все применять. Если вы в интернет почитаете критику про меня, там говорят, Олег Геннадьевич за привязание сосны, и голод берет деньги большие. Это глупость. Я просто советую эту методику, она очень эффективна. Если у вас насморк появился, слезотечение, тяжесть в голове, слабость, это значит, 90% у вас вирусная инфекция. Сейчас вирусные инфекции настолько тяжелые, сильные, они могут убить человека. И на 90%, что эту инфекцию вылечат простые ветки сосны с иголками. И я вам сейчас расскажу, как этим пользоваться. Берете ветки сосны, вот такой длины где-то, заворачиваете в ткань, можете в платочек, и привязываете на запястье левой руки и левой ноги. Да, вот здесь, спереди, где волосы растут, ноги также спереди. 12 часов можно одну ветку носить, она должна быть сухой, не мокрой. Если вы не почувствовали через час облегчения, перевяжите на правую руку правую ногу. В целом, если у вас склонность к повышению давления, тогда надо носить на левой стороне левая рука, левая нога. А если вы чувствуете слабость, поташнивание, как женщина вот сейчас подошла, то на правой руке правой ноге надо носить. Такие ветки. Не поленитесь, это сделайте. И вы избавитесь от вирусной инфекции за один-два дня. Она не разовьется внутри. Уже на следующий день вам станет легче. Другой способ, это имбирь. Можно просто кусок имбиря срезать в дольку и также привязать в куске ткани. Свежий имбирь, вот такой толщины, небольшую, бляшечку имбирную, привязать на руку и на ногу. Начинаем с левой опять стороны, заканчиваем правой, если не помогает на левой. Помоть должно уже через два часа стать легче должно. Пройти температура, насморк, слезотечение, все проходит очень быстро в результате такого метода. И третий способ, это белый перец. Не черный, а белый, горошком. По 10 перчинок надо класть в повязку и привязывать. Советуйте всем так лечиться от вирусной инфекции. Кого узнаете, услышите и медленно давайте эти советы. Лучше все три сразу привязать все это вместе, потому что разные вирусы, они реагируют на разные продукты. Но вот три эти вещи, они все вирусы уничтожают. Понятно, да? Сосна шире всего действует, самый широкий спектр влияния на вирус. все в одну тряпочку привязать 12 часов действует, потом выбрасываете следующее. Если у вас развилась инфекция, даже на ночь оставляйте. Но на ночь всегда ставить только на левой стороне. За исключением, если высокая температура. При высокой температуре можно оставлять и на правой стороне. Я вас не запутал? Все нормально? А ребенок хоть просто в соску сосет. Самый грудной ребенок. То же самое, просто дозы меньше. Вот такой кусочек сосны ребенку, маленький кусочек имбиря и перчинок, допустим, пять штук. Молоть ничего не надо. Все так вот в крупном виде. Это совет врача, который может вам спасти жизнь. Это вторая стадия стресса, когда помогает кто-то. Кто-то помогает. Теперь поговорим о третьей. Видите, если ты знаешь, что есть кто поможет, то ты спасаешь жизнь на этой второй стадии. Потому что неизвестно, вторая она или не вторая. Потому что если это третья стадия, то есть это карма тяжелая уже, то даже если вы на второй стадии получили эффективное лечение, то плюс молитва потом дает очень хороший результат. Но тяжелая карма лечится только молитвой. И понять тяжелая эта карма или не тяжелая можно тогда, когда никто не может помочь. Муж уходит, сама пыталась, ничего не помогает, друзья пытались, ничего не помогает. Какая карма тяжелая? Все значит, он дальше будет уходить. Скорее всего уйдет. Что делать? Молитва. А если вы умеете молиться, если вы тренировались до этого времени, вы можете сдержать это все и уничтожить эту тяжелую карму. И он вернется назад. Представляете, люди возвращаются в результат молитв. У меня был такой случай в Москве. И мужчина обратился, у него жена начала уходить от него к другому человеку. У них нормальная семья была, но ее так крышу свернуло неожиданно совершенно и пошло, она начала уходить. Конечно, были там какие-то причины. Он пришел ко мне и говорит, помогите. Я говорю, будешь делать все, что я сказал? Он говорит, да. Я увидел в его глазах силу, я решил с ним поработать. И все люди хотят выполнять. Вот я многим из вам что-то сказал, думайте, все будут это делать? Половин не будет. Лень, матушка, ничего не сделаешь. Но этот человек был сильный. И он находился в стрессе. Он любил жену. Ну любит, я надеюсь, сейчас я давно уже не знаю ситуацию, что там происходит. Это лет десять назад было где-то. Сначала он начал молитву. И первое, что произошло, она пошла на контакт. Она позволила ему с ней общаться. Ну просто общаться не по личной жизни, а просто здравствуй, как дела, там, туда-сюда, вот так вот. Общаться позволила с ним. По ребенку, у них ребенок общий. Про ребенка там спрашивал. Это все сопровождалось тем, что она удалялась от него, не появился другой человек. Он сначала простил ей. Это самое сложное, что было. То есть он реально страдал. Я говорю, пока не простишь, бесполезно двигаться дальше. Он простил. Ну то есть не то, что ему было классно, что она ушла, но он перестал вот в этом диком состоянии обвинения находиться, в котором постоянно человек думает, что он плохой близкий человек, обвиняет его. Из этой стадии обвинения он вышел и он почувствовал, что он имеет силы с ней общаться, потому что когда развивается плохая судьба, даже силы общаться человек не имеет. Понимаете? У него появилась возможность с ней говорить, и она так как она под для судьбы времени находилась эта девушка, она не соображала, что она что-то не так делает. Ты-то соображаешь, что она не так делает что-то, а она не соображает. Как с ней общаться в это время? Когда человек имеет силу молитвы, спокойно разговаривает на ее волне, как будто бы она ничего плохого не делает, что это нормально, что она уходит. Представляете, он мог себе это создать, победить, и он начал с ней диалог, общаться, просто не уговаривая ее вернуться, об этом вообще не поднимая тему, просто заботясь о ней, как дела, не навязывая, я тебе желаю счастья, не навязываясь, просто доброе отношение, доброе отношение. На следующей стадии она начала советоваться с ним, как с другом, она говорит, мы с тобой друзья, мы раньше были муж и жена, теперь мы просто друзья, согласен, он говорит, согласен. Она начала приходить к нему советоваться, в какой-то момент он дал ей лекции мои слушать, она начала лекции слушать, и это все прогнозировалось, я ему говорил, что дальше делать, что дальше, эта ситуация длилась несколько месяцев, и пришла такая стадия, когда я ему сказал, а дальше она вернется, и он не мог поверить в это, потому что она же ушла, и когда эта стадия пришла, что дальше она вернется, на этой стадии он начал чувствовать к ней, что она хороший человек, что он сам сделал какие-то ошибки в жизни, которые заставили ее уйти, он начал понимать ее сердцем, и начал давать ей советы уже какие-то, заботиться о ней, и эта дружба постепенно перешла в теплое чувство, когда теплое чувство между ними возникло, тогда ее потянуло назад, это притяжение между близкими людьми колоссальную силу имеет, когда люди карму побеждают, и вдруг потянуло опять назад, человек страдает очень сильно, и в какой-то момент, когда большую рыбку тянешь, нужно подцепить этим сачком, иначе она сорвется, я ему сказал, когда это надо сделать, она пришла к нему в очередной раз, он сказал, ну поздно уже оставайся, что ходить, они допоздна сидели общались, он говорит, ну оставайся у меня, у нас оставайся дома, поспи, он дней не приставал, ничего, она поспала, но назад уже уходить не захотел, система ясна, нет, знайте, что может так случиться, что к вам не вернется ваш близкий человек, зная все это, вы все равно его не вернете назад, это значит, что у вас непреодолимая карма, и это не означает, что вы потерянный человек, что все, как бы, смерть рядом с вами стоит, нет, это означает, что ваш урок в жизни сдать невозможно сразу, но это не значит так же, что вы останетесь одиноким, у вас будет другой человек, когда вы сдадите экзамен своей судьбы, чаще всего так бывает, если сам человек кого-то жестоко бросил, то его так же жестоко бросает со временем, не сразу, знайте, что в этом мире нет поражений, даже когда человек оставляет тело, он может победить судьбу в это время, я когда уезжал в Индию, там жил, изучал веды, то я тоже уже в это время был врачом, я работал в госписе, это такое место, где люди приезжают оставлять тело, уходить из жизни, но это не обычный был госпис, это был госпис для возвышенных людей, для людей, которые приезжали туда, занимаясь духовной практикой, и я видел много людей, которые оставляли тело с улыбкой на лице в молитве, вы даже представить себе не можете такой уход из жизни, это не похоже ни на то, что вы видели в своей жизни, это невозможно ни с чем сравнить, но есть и такие личности, которые выходят из жизни потрясающим образом, например, если вы будете в Южной Индии, есть такое место Шри Рамгам, Шри Рамгам, это огромный храмовый комплекс, и в этом храмовом комплексе есть один небольшой такой храмчик, в котором сидит забальзамированный святой, его зовут Рамануджачари, он жил 800 лет назад, и он, когда уходил из жизни, он сказал своим ученикам, у него было много учеников, примерно столько же, сколько вас в зале, они все сидели перед ним, и он нам сказал, представьте, вы сидите сейчас, я так поднимаю руку, говорю вам, я желаю вам счастья, и оставляю тело вот так с поднятой рукой, вы можете себе это представить, нет? какой силы был этот человек, он им сказал, я сейчас должен уйти из жизни во время беседы с ними, я вам дал все ваши наставления, все, и хочу с вами попрощаться, и они все попадали на колени и сказали, пожалуйста, еще хотя бы один день, представлять, человек мог контролировать свой уход из жизни, такой силой обладал, и он подумал, сказал, хорошо, это не по моей судьбе, но ради вас я как бы готов это сделать, и он еще сутки им давал наставления, потом в это же время, через сутки, он вот так поднял руку, улыбнулся и оставил тело, и по его же наставлению, его тело забальзамировали, и он обещал, что все, кто будет обращаться к нему за помощью в этом состоянии, он будет им помогать лично, и обращался так же, каждый месяц уменьшают бальзамы, отстригают ногти, 800 лет уже, представляете, удивительные вещи в этом мире есть, и так, я был там буквально несколько месяцев назад, мы были с Владимиром Слепцовым, который тоже приезжал к вам на лекции, мы друзья, вот, и моя цель была почувствовать эту личность возвышенную в молитве, потому что встреча со святым человеком это необыкновенная удача в жизни любого человека, я пришел, поклонился ему, потом отошел в сторону, там, чтобы не мешать другим, и начал медитировать на него и молиться, и в это время, буквально сразу, через несколько минут, я начал чувствовать, как у меня психика сгущается внутрь, вот сюда, ближе, 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 она проходит сквозь энергию вот этой вот кармы, и вдруг я начал чувствовать себя маленькой частичкой вечной, и я понял, что это я и есть сам, и в это время ко мне Владимир тоже подходит и говорит, слушай, я чувствую, что у меня что-то туда стучится внутрь, что-то туда идет, идет, и что это такое, он мне спрашивает, я говорю, у меня уже достучалось, полезь дальше, человек, представляете, просто находясь вот в этом духовном теле, он там сидит, он просто дает духовное знание тем, кто к нему обращается, даже если он не может говорить в это время нам напрямую что-то сказать, просто взял и мне вот это показал меня изнутри, потом это все потерялось, я не сохранил это чувство, но память-то осталась.